МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Народное Славянское Радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 7 марта 2018 года среда, по одному из старинных, 6-й день месяца пробуждения природы, 7500 до 6-го лета, четверик. Уроки мудрости. Урок четвертый. Азм есть, я и высшее я. Это тема сегодняшнего нашего эфира. И автор-сказительница, уже вам всем хорошо известная, Марина Макарова. Здравия тебе, Марина. Здравия, Алексей. Здравия всем нашим слушателям. Сегодня, в общем-то, я так понимаю, будет у нас эфир не просто как в виде доклада, а еще и будет зачитано в начале произведения, на котором будет основан наш эфир. Да, Алексей, мы немножко решили изменить форму подачи нашего материала. Ну, как-то вот поразмышляли, что, наверное, такая академическая форма обсуждения и изложения тех знаний, которые мы пытаемся донести до слушателя, возможно, будет более легко восприниматься через сказ. Сказ чем отличается от академической формы? Образами. Образами, каким-то эмоциональным состоянием. То есть он более человечный, он быстрее включает какие-то наши глубинные слои, в которых, собственно, это все уже есть. Мы все это знаем, просто не можем вытащить на поверхности. Когда общение происходит через сухие, жесткие слова такого академического, научного подхода, вот эта связь не всегда может пробиться, как-то себя проявить. Поэтому, ну вот сегодня, можно сказать, такая экспериментальная у нас задачка. Тема, которая заявлена, она не новая, ее много кто излагает. На сегодня в сети этой информации достаточно много. Поэтому мы вот решили пойти немножко по другому пути и изложить, казалось бы, всем в определенной степени понятные вещи в виде такого вот сказа-сказки. Причем сказ этот, ну он несет в себе очень большую мудрость. И все, что будет излагаться, я сразу хочу настроить нашего слушателя на то, чтобы он вслушивался в слова, вслушивался в какие-то вот смысловые связки и вслушивался в отклик своей души. Потому что вот этот текст направлен скорее к душе, нежели к уму. И есть надежда, что через вот такую форму передачи знания будет, может быть, как-то продуктивнее освоение новых вот этих знаний, новой информации, принятие ее и трансляция в свою жизнь. И я сразу тогда предлагаю нашим зрителям и слушателям во время сказа писать какие-то свои реплики, уточняющие, от которых мы будем отталкиваться, понимаете ли вы или не понимаете. Может, какое-то слово непонятно, какой-то термин неясен, какой-то оборот может быть требует уточнения. То есть я ваши реплики буду использовать для того, чтобы разворачивать тему. Естественно, после того, как все это будет уже озвучено, сам сказ будет озвучен, во второй части мы начнем уже отвечать на вопросы и уточнять что-то. Поэтому я предлагаю в долгий ящик не откладывать, а сразу тебе уже начать зачитывать этот самый упомянутый тобой сказ. Хорошо. Ну, только у меня еще одно пожелание к слушателям, поскольку у нас сегодня эксперимент, после завершения нашей передачи высказать свое мнение о том, как воспринимался текст и стоит ли продолжать вот в таком ракурсе. Те, кто уже слышал предыдущие передачи, они могут сравнить, как излагалась тема в той форме и как в этой, что кому больше нравится и какие впечатления. Присоединяюсь. Согласен. Ну, перейдем тогда к нашему сказу. Давай. Сказ о том, как зарод родом земным стал. Было то еще в начале начал, когда род прародитель реку жизни светом мыслью своей светлой в русло направил да указал, куда течь. Река-то молочная, могутная, силу великой ма несла живу и зарод. Каждому тому зароду ма плоть давала и частичку своей души вкладывала. Род-прародитель наделял каждый зарод умом и частью духа своего могучего, ликом, да напутствием в дальний путь. Вот и получалось, что у каждого зарода дары были ценные – душа, дух-лик, ум и тело. А напутствие рода таким было. Каждый дар, данный зароду, взрастить и укрепить. Душой – шириться, любовью да радостью ее наполнять. Дух – приумножать, да лик свой высветлять. Уму – разуму учиться, мудрость собирать. Тело – в здравии да гибкости держать. А через умножение тех даров силу свивать на пользу и благообщее ее направлять. В общем, развиваться самому зароду надо и мир свой в ладу поддерживать. А еще наказал род-прародитель зароду, как жизнь свою вести. Жить надо по правде да совести. Лад да красоту множить. Из-за рода родом стать. Сородичей своих собирать. В род единый свивать. С родами своими миры свои ладить. Доправить, подобно тому, как сам род поступил. По кону. По правде вышней, по веде неписанной. Рода прародителя и великую мать чтить, уважать, нить путеводную с ними держать и в каждом роде че частицу их видеть. Так связь держать рода земного и рода небесного. И текли зароды в миры, что род и великая масса творили. Та река жива, могучая была, широкая да полноводная. Да с одного места делилась река на три рукава. Первый рукав вниз потек. Легко и свободно плыть туда. Течение быстрое, веселое, кружит, куражит. Кому жизни легкой, бесшабашной да отчаянная охота. Туда и текут. Да только долет тот рукав от света мысли рода. Малая толика его света туда достает. Мраком тот рукав называют. Кто туда попадет, тот душу теряет. А если кто лучик света рода там потеряет, Оборвет нить путеводную. Замерзнет он без света рода насмерть. Камень на дно той реки упадет И будет там в мерзоте слоей лежать бездвижно. Путь этот в отчаянии и безнадежности. Коли кто правду забудет, Связь со светом мыслью родовой потеряет, Всякая надежда того покинет. Река животворная мимо течь будет. Быстро течение того рукава Реки живы, да коротко. Возвращается оно обратно к роду, Чтобы замерзшие, загибшие души Жаром любви родовой отогреть, Светом мысли родовой снова наполнить, Да в новый путь отправить. Второй рукав по прямому пути течет. Течение его беспокойное, В волнах да в перекатах. Есть в том рукаве и заводи, и омуты. Зовут его сумеречным. Молочная река щедра, В достатке и в благополучии там жизнь течет, Когда зарод к тому стремится. Но может и на отмель вынести, Или в омут затянуть, Если кто волю свою не проявит, Да в русле не удержится. Ведь русло то непростое, Правда исправлена, Коном направлена. Кто от правды изначально уклонится, Тому грести не выгрести, И живу, и силу потеряет. Зарод в том рукаве Великой живой реки Личностью становит. Я свое тешит, Личины разные примеряет, Роли всякие играет. Длинный тот рукав, Нет ему конца, По кругу он течет. Кто туда попадает, Тот в беспокойстве бивает, До себя теряет. К лику своему не обращается, Лучик родов обрывает, Напутствие его забывает, С пути сбивается, В морок пускается. Раньше или позже, А все и затрется рот В карусели этой, Рассыплется на мелкие Осколки личины, Прахом станет, И к великой ма назад вернется. Ма, конечно, тот прах примет, Соберет сызнова, Новый зарод слепит И в новый путь отправит. Третий рукав Плавный, неторопливого, Широко поле втекает, Да родниками в нем становится. Рассветным тот рукав зовут. Жизнь там размеренная, Да благополучная, И всего-то там в достатке. Только достаток тот Достать нужно, Усилия приложить, Волю проявить, Трудом правым жизнь наполнять. В поле широком, Где растекается третий рукав Живой реки родниками чистыми. Росточков, видимо-невидимо, Да только спят они до поры. Как зарод к росточку тому прикоснется, Так проводится он, Сколыхнется, Да и в рост пойдет. Вот тут за роду забота. Живой из родника поить, Теплом души согревать, Духом ликом своим светить, Свет мысли рода прародителя К росточку проводить, Чтобы вырос тот росток В могучее древо рода. Росток поднимается И за род с ним, Крепнет да высветляется В заботе да труде. Азом за род становится, Проводником света родова, О себе говорит Аз есть мы, Сущность родова, Свет огонь изначальный. Древо рода поднимается, А с ним и за род преображается. А как древо поднимется, Зацветет да плоды принесет, Так с теми дарами За род выросший да преобразившийся, К матушке Ма до роду прародителю вернется, Дары им принесет, Как род напутствовал, Теплотой души их согреет, Духом своим крепким наполнит, Ликом своим светлым засияет, Мудростью своей поделится. Возрадуется великая Ма тогда, Новые зароды, Краши прежних сотворит, Живу благословит, Да с великой любовью отправит В новое путешествие по новым мирам. А род прародитель Лик тот новый светлый За собой поставит, Новым напутствием направит. Вот такую реку от три рукава Сотворил род прародитель, Чтобы всякий за род Свою волю проявил, Себя опознал, Да выбрал, Чем заниматься будет в мирах, Дело пытать или отдела лытать. Чтобы воплотиться в мир, За роду тело нужно И личность. Личность – это когда за род Про себя говорит «Я». Личность вкупе держит Все дары великой Ма и рода прародителя. За порядком следит, Цельность за рода блюдет. Кто себя в правде и в силе держит, У того личность цельная, Ладная. Говорят про того «сильная личность». А у кого душа в забытии Или духом упал, Или ум за разом заходит, У того цельности нету. Тот и про себя-то говорит «Я не я, и котомка не моя». Вроде как и нет его. Тело в мире Действует к миру И приспосабливается. Другим дарами Проявиться помогает. Без тела за род сущностью Бывает или собью. А тел с телом Существом становится. Или особью. Отдельный, значит. Ценный то дар великой Ма. И относиться к нему Следует бережно, В чистоте да заботе содержать, Но держать в строгости и труде. От того тела крепость свою хранит, Да гибкость. Живо по нему легко течет, Силу набирает. А если тело слабое да хворое, Или гибкость да подвижность теряет, Ни душе, ни духу, ни уму, Покоя нет. Как только за род в тело входит, Начинает в нем личность проявляться. Это его «Я» В силу входить начинает. А еще у зарода Личины проявиться могут. И их-то, видимо, невидимо. Каждая личина В своих обстоятельствах проявляется. Так личность К бытию приспосабливается. В одной лечении С близкими да родными. В другой лечении С дальними да чужими. Когда дело какое Или игра На все своя личина имеется, То живо с душой В мир проявляются. А когда и у мишка встрянет. Бывает так, Глядишь на кого И не поймешь, Какого он роду, Человечего или звериного, А то и вовсе неведомо, Какое чудо-юды. То личина к лику прилипла, Собой его закрыла И отлипать не хочет. Иной раз ту личину Из-за личность принять можно. Да только крив да это. Потому личина Нет-нет, А кривизну свою проявит. Боком вылезет, Да дело развалит. Личин тех множество может быть. Но для тех, Кто в правде живет, Един лик. Когда за род Лик свой знает, Все ему ни почем. Через дух лик За род с вышней правдой связан. Светом рода прародителя направлен, Путь свой знает, Силу свою к делу применяет. Плыл за род По молочной реке, Долго ли, коротко ли, А приплыл к месту, Где река на три рукава делится. Встал за род перед выбором, Рассуждает, Куда же ему податься. И тут подступили к нему Живо и Лик. И спрашивают, Кого из нас выберешь? Кому пойдешь в службу, А к кому в дружбу? Какую судьбу выберешь? Судьба Это суть Бытия За рода личности. И суть та Качества новые Собирать да множить. А кол ли суть забудешь, Да с пути собьешься. Судьбу получишь. То бишь, Суд бытия. Ошибки свои Исправлять будешь. Живо-то, Когда в существе Верховодить начинает, Все норовит Животным стать, Жизнь сохранить Да продолжить, Первенство свое Доказать всем и каждому. Я, Личность в том существе, Растет да крепнет, Да путь теряет, По кругу ходит Раз за разом Только на себя надеется, И себя великой считает, Разом себя величает, Единицей многозначительной. Все бы ничего, Да вот беда. Разум гаснет у существа, Грубеет душа Бессвета родово, И в скотину Существо превращается. А коли любовь потеряет, Так и вовсе Мразью стать может. Замерзнет душа у него, Умрет. Лик же, Лучик света родово, Поначалу слабенький совсем, Тонкой ниточкой Связывает он существо И свет мысли рода Прародителя. Но в ниточке той Сила мыслей И правды вышней. Кто ту ниточку Укрепит, Да наполнит, Наказ рода исполнит. Существо тогда Азом становится, Лик его светом наполняется, Силы свиваются, Родные души К нему тянутся, Да в род земной Свиваются. Так личность Выбор делает, Путь свой строит, Вазы, Разы, Или мрази. Размышляет за род Личность, А советчиками у него Душа И ум-разум. Вот ум за роду и Говорит, Жива-то вон какая Могутная, Налетая, Да полная, Хорошо-то при ней Будет и сытно, И весело. А Лик-то, Худой да бледный, Его самого еще Выхаживать да Наполнять надо, Пока он в рост Да в силу-то Войдет. А душа шепчет, Жива-то и так полна, Не пропадет, А Лик-то правдой жив, Что род передал, Правду-то укрепишь, Наказ рода Прародителя исполнишь, И будет тебе счастье. Подумал-подумал За род, Да и решил так, С живой Дружбу водить, Да меру знать, В строгости Да в воле быть, Живу к порядку До пользы Направлять. К Лику же В службу пойти, Вера и правда Его питать, Укреплять, Светом наполнять, Яром наливать. Так за род Выбор свой сделал. Личность его проявилась, Делом занялась, Да и потеху не забывала. В общем, Жил-поживал, Добра наживал, Личины всякие К нему липли, То одна, То другая, Да только он Их по надобности То прикидывал, А про лик Не забывал. Долго ли, Коротко ли, А укрепился Лик у зарода, Засиял, Засветился. Стал он уже Не зародом, А родовичем Знатным. Стали к нему Души родные На свет слетаться. Поначалу Немного их было, Да только так, Ладно, Да складно им С тем родовичем было, Что молва Среди рожденных Пошла, И стали к нему Все больше и больше Приходить. А родович-то Не нарадуется, Хорошо им вместе, И всего у них Достатки, И живо, Силе, И ум С разумом В дружбе, Души цветут, Дух зреет. И стал тогда Родович наш Главой Рода земного Ликом. Свет его Далеко Разлился, Всех согревал Да направлял, Радость Да силу Дарил, Живу К воле Приучал, Мудрость Собирал, Лад Умножал. Сила Рода Прародителя Так в Лике его Светлом Проявилась, Что стал он Светом Оберегом Всему Роду Земному. И пока Род земной В правде Вышней Жил, Лад Умножал, Землю Берег, Далеки Высветлял, Небеса Держал, То не было Ему Краю, Ширился Он И множился В достатке И радости. А куда Ты поведешь Свой Зарод? Вазы? Разы? Или Мрази? Вот такой Сказ. Интересное Окончание. Выбор Такой, Куда Ты поведешь Туда Али сюда? Такой, Камень И латырь. У каждого Часто Своего Выбор Есть. Просто Скорее Всего Делая Свой Выбор Не Каждый Представляет Конечный Пункт Назначения Этого Своего Выбора. Заманушки То Интересные. Вон Сколько Рукавов То В реке. А по Жизни Получается Что Нюансов Всяких Много. И Не Всегда Разглядишь В какой Рукав Ты попадаешь В итоге. Тут Ухо Глаз Да Глаз Ух Да Ух Пинок Да Пинок Ну что ж Давай Тогда Сейчас Перейдем Ко второй Части Уже Начнем Разбирать То Что Было Поведано Да Поведано Было Много Сюжет Такой Достаточно Наполненный Но Суть Собственно Сказа О том Что Есть Человек Какие Составляющие Его Существа Какой Предназначен Путь Для Самого Человека И каким Способом Собственно Можно Достичь Тех Или Иных Задач Ну вот Хотелось Бы Как-то Обратную Связь Насколько Понятен Наш Посыл И Кто Как Для себя Понял И принял Может быть Даже Тот Путь Который Мы Предлагаем В этом Сказе Хорошо Помимо Вопроса А куда Ты Поведешь Свой Зарод Вазы Разы Или В мразе У меня Такой Вопрос Если Вы Что-то Не Поняли Пишите Поняли Вы Что-то В какой Мере Нам Это Очень Все Интересно Потому Что Прочитано Было Очень Хорошо На мой Вгляд Но Важна Обратная Связь А сейчас Маленькая Музыкальная Пауза Буквально Минуточка Так что Не Расходитесь И Через Отбивочку Мы С вами Вернемся Уже В эфир Во второй Части Разбор Ваших Реплик И Вопросов Народное Славянское Радио Для Пытливых Умов Продолжение Слушайте В следующей Части Редактор субтитров